Собрались. Значит, отдохнули немного. Такое дело, вы поняли, наверное, что вот этот вот вход в подсознание – это нелегкая задача. Это нужно очень серьезно научиться концентрироваться. Есть понятие медитации, то есть абсолютной релаксации, расслабления. Когда человек пропускает через себя вибрации Творца, а есть понятие концентрации. Здесь, в данной ситуации, это концентрация. Сначала идет прекращение внутреннего диалога, расслабление. Я не стал говорить о внутреннем диалоге, потому что вы, наверное, все здесь продвинуты, и вам понятно, что внутренний диалог нужно сразу отбрасывать. Иначе вы не сможете концентрироваться на какой-то определенной задаче. Если ты будешь думать о белой обезьяне, то как бы ты ни старался, так белая обезьяна у тебя в голове и будет. Поэтому расслабление. Естественно, убрать этот внутренний диалог, ни о чем не думать, стараться. Теперь вот о чем поговорим. Нам постоянно втюривают, вбивают в программу совершенно другой, чуждой нам цивилизации. Западной цивилизации. Западная цивилизация нацелена на отупление, то есть ее энергия нацелена на отупление нашей энергии, ментальной энергии, чтобы мы с вами не могли собирать себя в единые логические цепи. То есть мы не могли концентрироваться логично, вот одно за другое, как идет по жизни. Вот эту цепь жизненную, мы что делаем? Мы какой-то кусок выхватываем, отвлекаемся, выхватываем, отвлекаемся, выхватываем, отвлекаемся. И так у нас почти все. Теперь смотрите, как умно все придумано. У нас в музыке нет мелодии. Мелодии исчезли. Они исчезли сразу после прихода к власти Хруща. Хрущ пришел, и началось западное влияние сразу. Значит, вот в чем дело. Почему я говорю о музыку? Потому что музыка из всех форм культуры, это самая серьезная форма. То есть музыка влияет на психику человека очень сильно. Намного сильнее, чем все остальное. Изобразительное искусство, намного сильнее театра, намного сильнее всего. То есть музыка – это базис культуры. На музыке все стоит. И вот в этот базис нам воткнули дискретность. Нам воткнули что? Барабанный бой. Бум-бум-бум. Разрыв единой мелодии. Мелодия – это что? Это движение мысли. Любая музыка, любая музыка – это прежде всего передача информации в образах. Передача. Мы сами того не понимаем, но мы эту информацию в себя впитываем. Мы ее забираем, эту информацию. Когда пляшут негры под бом-бом, да, там на голове ходят, там голые прыгают. Но это понятно. Они там пляшут, но мы видим вроде, как понятно нам, что они творят. Но когда этих негров нет, а музыка та же самая, то наше подсознание всю эту информацию спокойненько впитывает, забирает. Конечно, можно заставить наше подсознание нас слышать и можно заставить его работать в плане отрицания любой чуждой культуры, которая на нас обрушивается. То есть отсечь культуру африканскую, бум-бум, отсечь культуру западную, имею в виду англосаксонскую, то же самое, искусственно созданное. Блейни, помните это, битлы блеяли очень долго, и там все тащились от битлов. Вот. И немецкую музыку тоже, я имею в виду музыку попсу, но не народную. Народная музыка, она везде хорошая, может быть, только негритянская, мы ее не понимаем. А вот европейская музыка, народная, это наша музыка. Но вот я имею в виду такую, искусственную. То есть что? Все, что касается массовой культуры. Можно подсознание заставить все это отбросить. Но есть одна деталь, с которой надо считаться. Тогда у нас ничего не останется. У нас ничего, мы останемся как в Антарктиде. И фактически ничего не будет вокруг нас. Ни музыки не будет, ни избыточного искусства не будет, ничего. То есть вот мы окажемся как на острове. Хорошо это или плохо? С одной стороны, это хорошо. Можно будет с белого листа, с чистого листа начинать. Но нам не дадут начать. Можно вспомнить свое... Корни, традиции вспомнить. Тоже не дадут. Потому что на уровне деревни, под гармошку, под балайку, ты, может, что-то еще исполнишь. Может, что-то у тебя получится. Ну, под гитару, в крайнем случае. Но дальше не пойдет. То есть вот такая ситуация. Почему так сделали? Чтобы поменять наше сознание, изменить наш генофонд, сделать нас рабами вот этой цивилизации. Используется это вот информационное воздействие через внедрение чужеродной культуры. Я про это вчера говорил, вам рассказывал, что происходит. Вот. Что государственная машина, то есть государство наше, оно не способно противостоять давлению трасс национальных корпораций через своих людей. Вот когда наступила перестройка, наши дегенераты кричали, надрываясь, столько западные хиты, только в английский язык, где песни звучат только на английском языке. Русский язык, проклятый язык, на нем ни петь, ни говорить нельзя. Это и по радио, и по телевизору, где только это не кричали, не верещали. Это ужас, что творилось тогда. Я думал, все, Россия погибла. Что тогда остановило нашу гибель? Наверное, только сатана, ракеты, которые стояли вокруг в России в шахтах. И, наверное, они только и сдерживали этот напор. Если бы их не было, они растащили бы страну тогда. Потому что люди уже приняли западные ценности. Постепенно мы стали выползать из этих ценностей. Вопрос, что нам сейчас делать? Как нам жить дальше? Потому что вот такая беда. Понятно, надо восстанавливать свою культуру. Погрузиться назад мы не сможем, потому что можно на какое-то время погрузиться. Вы, наверное, знаете, что многие очень артисты. Артисты сейчас поют старые песни. Старая эстрада звучит. Хорошая классического типа. Там песни Магомаева, там песни Абазинского, наверное, слышите сейчас часто. Там народные песни, там Воронец, Зыкина и многое другое. Но это не панацея. То есть сейчас нашему народу требуются новые композиторы, новые музыканты. Нужны кадры, которые бы могли построить новый театр, наш театр национальный. Нужны кадры, которые бы могли кино снимать. Но в кино, наверное, вы уже знаете, говорят, что хороший фильм, я еще его не видел, это восхождение, так или нет, но говорят, хороший. Ну, пойду схожу, узнаю. Все остальное пока печально. Все остальное печально. Легенду о Калаврате вы, наверное, видели, да? Я ее не видел, даже не пошел. Как увидел монголоидные лица там, вот, у меня всякая охота пропала идти смотреть этот фильм. Это тоже зомбирующий фильм. То же самое, не дай бог, Викинг пойти посмотреть. Это вообще ужас. Вот. Там во что превращена наша женщина, вы, наверное, в курсе. То есть идет вот такое наступление. Наступление на нашу с вами психику. Но самое страшное наступление, самое ужасное, это даже не замена нашего мировосприятия, нашего сознания западным. Идет другое, невидимое, ползучее. Это, знаете что, это постоянное давление на нас в плане различного вида страхов. Человек настоящий живет под действием, под жесточайшим прессом различных форм, страхов различной формы. Вот смотрите, что мы видим. Значит, у нас чиновник любой, даже самый маленький, может тебя превратить в ничто. Он может заставить тебя в тюрягу сесть, если что угодно. По пустякам, по ерунде. Ни один суд тебя не защитит. Вот у нас суд наш, да, вот российский, это бесполезно обращаться. Пока ты взятку не дашь здоровую, никто за тобой, никто тебе помогать не будет. Никто, ни адвокат, ни судья, дашь хорошую взятку, ты будешь ни в чем не повинен. Все в порядке. Если ты взятки не дашь, с тебя будут эту взятку высасывать, тебя посадят, даже за ерунду. Ну, допустим, тебя кто-то там остановил на улице, решил тебя там ограбить, или что-то по голове дал, но взял его там, отправил в реанимацию. Ну, он жив, здоров, но там ему плохо. Все, ты сделал перегиб, уровень самозащиты ты нарушил, тысяча на тебя заявлений от его друзей, от его родных, и ты сидишь в тюрьме ни за что. И ты ничего не объяснишь никому. То есть, вот, это рыночные отношения во всем. Рыночные отношения в суде, рыночные отношения юриспруденции, рыночные отношения во власти. Ты приходишь, власть ты должен заплатить, чтобы что-то власть тебе сделала. То есть, мы живем в условиях Хазарии. Настоящий, в Хазарии так было. Во всяком случае, так считается, что так было в Хазарии. Кто платит, то ты прав. Не плачешь, ты дурак. Все, ты не прав. Ты вечно будешь... Что? Получается? Зачем это все? Зачем вот эта беда? Эта беда для того, чтобы человек погрузился в поле страха. В этом поле мы все живем. Малейшее, это поле дернулось, начало волноваться, начало как-то ходить вокруг тебя. Оно заискрилось, оно начало как-то на тебя влиять. Вот мы живем, и сами того не понимая, на подсознательном уровне, как мы живем. Мы живем и думаем, хоть бы обошлось, хоть бы нас никто не тронул, хоть бы никому ты не нужен был. Едешь на машине, чтобы тебя никто не вообще... То есть, чтобы никто вокруг тебя не шевельнулся в твою сторону. Ты молишь Бога, чтобы все было тихо, спокойно, и слава Богу. И сам стараешься нигде себя особо не проявлять. Не дай Бог проявишь, а там окажутся люди, которые способны платить, и ты окажешься в идиотском положении. Вот эти страхи, эти страхи, это главное оружие. Это самое главное оружие. Вот, собственно, это все объединяется в одну эмоцию страха. И он нами управляет. Любой милиционер может с тобой все, что угодно сделать. ФСБшник, тем более, ему вообще все дозволено. Чиновник, то же самое. То есть, помните, может быть, видели фильм этот... И фильм был раньше, и Алексей Толстой написал такой роман «Аэлита», помните? Кто его читал «Аэлита»? Все, наверное, в детстве читали. Вон сколько людей подняли руки. Там такое выражение крылатое. «Стань тенью, бедный сын Тумы!» И кровавый глаз Магоцитла не увидит тебя. Вот сейчас пришло время. «Стань тенью, бедный русский!» Или любой там россиянец, «Стань тенью, простой человек!» Тогда обойдет тебя вот эта беда, которая вокруг тебя, которая тебя держит за горло. Понимаете? Это все искусственно сделано, искусственно создано. И можно обойтись без этой вот, без этой петли. Но чтобы обойтись без этой петли, надо стать свободным человеком. Свободным человеком нельзя управлять. Свободный человек может очень серьезные вещи сделать.